Всем привет, с вами Рабан Раскольников, и я продолжаю проходить игру Pokemon Огненно-Красную Версию на Gameboy Advance. Предыдущие серии вы можете посмотреть здесь. Так, сейчас я нахожусь в офисе Сильф на четвертом или на пятом этаже? Так, на четвертом. В общем-то, это единственное здание, пока что, которое я могу отправиться. У меня осталось получить только два жетона. Так, не то. Открыл. Мне осталось получить только два жетона. Но оба... О, смотрите-ка. Я, наверное, сюда должен был раньше идти, в этот город. Я уже получил следующий жетон. Они, по идее, по порядку получались, но... Сейчас я получил девятый жетон. Ой, то есть, подождите. Седьмой жетон раньше, чем... Шестой. Дело в том, что я не могу посмотреть, как эти жетоны называются. Я знаю то, что первый жетон это каменный, второй это водяной, третий это громовой, наверное. Четвертый не знаю, пятый тоже не знаю. Седьмой это огненный, наверное. А пятый это, наверное, ядовитые покемоны. Так, хорошо. Я вроде в прошлой серии поднялся на четвертый этаж. Так, стоп. Или подождите, или я весь четвертый этаж полностью исследовал в прошлой серии. Да, слушайте, я исследовал полностью весь четвертый этаж. Значит, отправимся на пятый этаж. Так. Ой, не заметил его. Что? Детям нельзя находиться здесь. Джонглер Далтон хочет сразиться. Джонглер Кадабру выбирает. Ё-моё. Ой, я так и не вылечил своего покемона. Надеюсь, психические атаки не будут эффективны против камня. У камня должна быть психика каменной. Ничего себе. Мистер Майм. Я не знаю, кто это такой. Но выглядит он прикольно. Он как клоун выглядит. А, точно. Я его, кажется, видел в фильме этот, как его, детектив Пикачу. Потрясающе. Так, ну, я не знаю, как его поймать. Он, скорее всего, тоже психические новости покемонов. Доказано в существовании более 350 видов покемонов. Ничего себе. Новости покемонов. Доказано, что некоторые покемоны эволюционируют только после обмена. 350 видов покемонов я должен поймать. Новости покемонов. В покемон-лаборатории создан Паригон. Первый виртуальный покемон. Так, я нахожусь на пятом этаже. Так, посмотрим, что у нас здесь есть. Дальше ты не пройдешь. Ракетный рядовой хочет сразиться. Ракетный рядовой выбирает арбок. А, это змей. Я опять не подлечил своего голема. Так, 7 баллов. Вот это уже может его не сваншотить. А, нет, все-таки это сваншотило. Потому что это суперэффективно против змей. Отлично. Бум! Тысячу монет получил. Так, это тупик. Так, ладно, давай сразимся с тобой. Твои покемоны уязвимы, и я разобью их. Ученый Эд хочет сразиться. Ученый Эд выбирает Волтор. Так, дрожь земли. Так, я вырос до 44 уровня, и мне его нужно прокачать до 50. Хочу ли я заменить покемона? Конечно же, я не хочу заменить покемона. Так. Против него... Против него почти ничего неэффективно, кроме переката. Так, меткость снизилась, надеюсь, я не промахнусь. Магнитон. Перекат вроде бы тоже земляная атака, если я не ошибаюсь. Или нормальная атака. Это не очень эффективно, говорит. Звукоудар. Звукоудар! Я промахнулся. Давай мегаудар. Это не очень эффективно, но, по крайней мере, я его убил. Я разгромлен. Так, нужно подлечить голема. Так, у вас 60 здоровья восстанавливает, а Нарзан всего лишь 50. Так, нужно еще раз использовать квас. Так, это где мы сейчас находимся? Девятый этаж. Так, ну сюда я могу обычным путем добраться. Обычным способом, так что давайте-ка я так телепортнусь вот так и посмотрю, что у нас здесь спрятано. А здесь у нас находится покебол с БСК. Что такое БСК? Не знаю, что такое БСК, надо посмотреть. Так. Так, явно это не в кармане вещей находится. Важные вещи. Может, БСК нужен нам? Да, БСК. Бесконтактная смарт-карта, открывающая двери в центральном офисе корпорации Сильф. Ясно. А склонись перед командой ракета. Ракетный рядовой хочет сразиться. Ракетный рядовой выбирает Гипно. Против Гипно будет эффективное 9-ти бальное землетрясение. Да, 6-ти бальное его не сваншотит. Так, он задумался. Да, и мало того, что было землетрясение 8-бальное, так еще критический удар прокнул. Хэм-хэм. А когда нужно было, ни 8-бального землетрясения, ни критического удара не было. Так, хорошо. Это какой у нас этаж? Пятый. Так, стоп, я же... Так, это ловушка. Давай сразимся. Ну, то есть, это не ловушка, это тупик. Ребенок-нарушитель. Похоже, это ты. Он выбирает Эссеншуру. Ой, Эссеншуру тоже земляной Покемон. Ну, думаю, землетрясение против него будет эффективно. Ну, то есть, как сказать, не то, что он напишет мне то, что это не очень эффективно, но урона мы по нему много должны нанести. Опять Эссеншуру? А, это Эссеншуру. А, это Эссеншуру. Я просто первую букву посмотрел, думал Эссеншуру. Ой, пятибальные. Ну, пятибальные землетрясения его точно сваншотят. Пескострул? Ты издеваешься, ты земляному Покемону в глаза землю кидаешь? Ну, в смысле песок, но песок, блин, та же самая же земля. И все? Это я должен у тебя спросить. И все? Все твои покемоны закончились? Бинго, БСК открыла дверь. Круто! Теперь я все двери могу открывать. Тяжесть. Она содержит тяжесть. Теперь мне даже не обязательно телепорты, короче, исследовать. Так, сейчас я... А, блин, что я делаю? Можно было же просто на лифте спуститься вниз. А, нет, на первом этаже мне... Так, на первом этаже двери нет. Так, давай на второй этаж. Так, тут по-любому какие-то двери есть, которые я не открыл ранее. Да-да-да, есть. Так, вот эту дверь я вообще еще не открывал ни разу. Так. Так, теперь у меня самое главное не открывать... То есть не использовать телепорты, и все нормально будет. Помоги, я работник Сильфа. Работник Сильфа, который напал на меня. Ученый Коннор хочет раздеться. Да, он на меня как бы... Когда увидел меня, не нападал. Конечно же. Но когда я с ним захотел заговорить, он решил на меня напасть. Он выбирает Граймера. Вроде как земляная атака, то есть землетрясение против него эффективна. Да, это суперэффективно. Так, визинг. Блин, надеюсь, он не взорвется. Давай обвал. Так, мега удар. Так, я уже 45-й. Но голем не может... Ух ты! Голем там какую-то новую атаку выучил. Одну из известных атак на мощь земли. Мощь земли. Что означает мощь земли? Земляная атака. Вызвать сильное землетрясение. Поражает всех, кроме атакующего. Землетрясение. Дрожь земли это... Сотрясти землю поражает всех со случайной силы, кроме атакующего. Слушайте, землетрясение... Это второе землетрясение, на которое будет, короче... Сила 100. Это значит 10-ти бальные землетрясения сразу же. Обвал. Так, точность 100%, но вроде как мне кажется, что я землетрясением промахивался. Или мне просто кажется. Так, у меня будет 2 каменные атаки и 2... Ну блин, нормальная атака. Мега удар, но он не очень, конечно, прикольный. Он еще 80... У него точность 85, конечно. Мы еще и промахиваемся постоянно. Я его почти не использую. Давайте так делаем. Теперь мы будем мощь земли использовать. Ну, то есть мощное землетрясение. Ученый крон хочет кофинг. А, ну теперь мне будет нечем добивать. Я обычно мега удар использовал для того, чтобы добить... А, я еще и промахнулся. Понятно. Не трави, пожалуйста. Черт, он на меня эффект отравления наложил. Так, нет, не хочу менять покемона. Визинг. Блин, промахнулся. О, он бросает в меня грязь. Но он меня повторно уже не отравит. Блин, я опять промахнулся. Что это за... Это читерство. Игра опять решила надо мной поиздеваться и специально делать так, чтобы я промахивался 5 раз подряд. Вот из-за трех промахов у меня уже половины здоровья нет. Вот, снова промахнулся. Все, короче, голема... Вот голем просто погиб из-за того, что промахи всего лишь из-за дурацких промахов он погиб. Смотрите, три раза подряд промах. И яд сейчас добьет его. Тупизм, блин. Будем использовать огонь. Как тебе удалось догадаться, что я не из Сильфа? Потому что я сам на меня напал. Шестой этаж. Так, пойдем на третий этаж сразу же. Так, ладно, телепортами я пользоваться не буду. Так, я только запутаюсь. Раз у меня есть ключ карты, который открывает все двери, давайте я просто буду по этажам ходить и... Просто исследовать полностью все этажи. Так, что у нас здесь? Какая-то электросхема, совершенно непонятная. Гиперзелье. А, да, кстати. Нужно поднять. Эликсир нужен. Вроде эликсир, да? Мне нужно голема поднять. Нужно его прокачать до 50 уровня. Так, и, конечно же, Нарзан еще использовать. Ой, Нарзан в самом низу. Так, Нарзан. Так, пускай здесь будет. Так, и нам еще нужен квас. Так, квас восстановит в 60 хп, так что давайте квас выпьем. Так, ученые будут с нами сражаться? Я из команды ракета. Я из команду ракета. Неправильно написали. Ученый Хос... Ученый Хосе хочет сразиться. О, электрод. Так, давай сразу мощь земли. Вроде это то же самое же, что землетрясение, только это самое мощное землетрясение. Да, серьезно, это самое мощное землетрясение. Дрожь земли это землетрясение с случайной мощностью, короче. Опять это дурацкий визинг. Давай обвал. Вот видите, как без всяких проблем победил его. А прошлый раз, блин, я три раза подряд промазал. Один удар нанес, три раза подряд промазал. Так, на третьем этаже все двери открыты. Так, пойдем откроем все двери на четвертом этаже. Хотя, вроде бы я тут уже за всеми дверьми был. А нет, не был вот за этой дверью. Так, сколько здесь вещей? Лекарства. Трос. Макси эликсир. Так, давай-ка сразимся с тобой. Тише! Разве не видно, что я здесь прячусь? Ну ладно, прячешься так прячешься. Так, оказывается, я в эту комнату не... Мог попасть только при помощи этой карты. Так, надо осмотреться, что у нас тут. О! Ой, ученый, я, оказывается, с тобой не сражался. На этом этаже мы разрабатываем новые боллы. Серьезно? А может мне какой-нибудь прототип попасться? Ученый Боу хочет сразиться. Ученый Боу выбирает магнитон. О, магнитон. Так, попробуем просто обычную дрожь земли. Шестибальная. Я думаю, что дрожь земли мы будем против слабеньких покемонов использовать. А против сильных покемонов, например, электрода 35-го, там, 40-го уровня, мы будем сразу... Ну, короче, землетрясение мощное. Так, думаю, против него обвал использовать. А, блин. Ну, значит, будет перекат. К сожалению, перекат у меня не получится. Отменить. Только не трави. Фух, повезло. Отравление не прокнуло. Так, он выбирает визинг. Против него тоже землетрясение неэффективно, потому что он парящий покемон. Он не находится на земле. Ничего себе мы... Ничего себе мы... Значит, против Вити... Ученый боу сейчас магнимайт. Оказывается, против Витинка будет эффективен перекат. О, магнимайт 26-го уровня, да, он вообще сладенький. Черт возьми, говорит. Так, сейчас на нас опять нападет ученый. И опять-таки, протеин. И опять-таки, сюда мы могли бы попасть только с помощью карточки. Эти головорезы, захватившие здание. Их босс сказал, что ему нужны сильные покемоны. Надеюсь, наш президент не попал в плен. А ваш президент сильный покемон? Так, сюда я вроде уже попадал, да? Третий этаж. Да, я здесь уже был. Так, подождите, а я разве на четвертом этаже все двери открыл? Эээ, выходит, что так. Так, стоп. На четвертом этаже я не все двери открыл. А здесь на всех дверях магнитные замки. Чтобы их открыть, нужна БСК. Возможно, двери снова закрываются, если я перехожу на новый этаж. Давайте сейчас проверим. Нет. Двери не закрываются. Это значит, я тут дверь не открыл. Ой, блин, я же здесь не был. Это же шестой этаж, да? Я один из четырех ракетных братьев. Я второго... Эээ... Встретил ракетного брата. Я уже видел такого персонажа, который говорил, я один из четырех. Эээ, он и выбирает мачопа. Блин, против мачопа у меня нету обвала. Будет... Придется использовать прикат. И мега-удар я не могу использовать против него, потому что у меня нет теперь мега-удара. Слушайте, а... Против него можно было землетрясение использовать, точно. Что-то я тупану. Так, уже сорок шестой уровень. Мочоук. Блин, вот против него бы я бы использовал мощное землетрясение, но... У меня перекат еще не закончился. Чё, чё, серьёзно? Я-я, качка с одного удара победил. Проклятие! Ну да, я бы тоже офигел, если бы... С одного переката бы... Эээ... Мочовка у меня... Убили. Так, эээ... Ты что скажешь, проклятый президент Сильфа? Ничего... Ничего было... Нечего было... Эээ... Помыкать мной и отправлять в Тикси. Теперь команда ракета по достоинству ценит мой ум. Учёный Тейлор хочет сразиться, и он выбирает Волторг. А против него обычное землетрясение будет эффективно. Которого у меня осталась одна штука. Блин, пятибальная, к сожалению. Это суперэффективно. Выпустит кофинг. Придется перекатами у их. Добивать. Только не торви. Так, он опять кофинга достает, да? А, мег... Мег... Магнитон он достает. А перекат это каменная атака, это не земляная атака. Он опять магнитона? Или магнитон достает? А, магнитон. А, магнитон. Это четвертая атака переката. Так, будет пятая самая мощная атака перекатом, и надеюсь, там будет какой-нибудь магнитон. Или хотя бы электрод. А я не посмотрел, кого он сейчас выпустит. А, кофинг. Надеюсь, я его сваншочу. А, я промахнулся, отлично. Самая мощная атака, я промахнулся. Я опять промахнулся, отлично. И он меня опять траванул, да? Так, хорошо. Только мы его не добьем с одного удара. Надеюсь, второй раз я не промахнусь. Он мне еще и меткость снизил. Сейчас. А, все, отлично. Черт, говорит. Хорошо. Так, мне нужно противоядие. Так, заберем вещицы, которые у нас тут на складе лежат. Икспец. Фосфор. Давай сразимся. Ты смеешь бросать нам вызов? Так, зубат. К сожалению, у меня не осталось атаки обвалом. Давай будем использовать перекат. Ой, это суперэффективно. Я по звуку слышу. Так, он выпьет зубат, а у меня будет второй перекат. Отлично. Давай голба-то выпускай. Я побольше опыта хочу заработать. О, отлично. То, что нужно. И у меня атака усиленная была. Ты пожалеешь? Так. Черт. Случайно, если порт наступил? А, второй этаж. Так, давай поговорим с тобой. Пожалуйста, помогите мне. Вы заложники. Этот парень рядом со мной. Он такой трус. Они захватили это здание, чтобы добраться до наших разработок. Команда ракеты хочет захватить весь мир. Эти бандиты застали... Эти бандиты застали нас взрасплох. Так, седьмой этаж. Давайте мы с этим сразимся. И на этом, наверное, завершим серию. Я один из четырех ракетных братьев. Так, это третий из четырех ракетных братьев. Остался еще один из четырех ракетных братьев. Короче, четвертый ракетный брат остался. Так, он выбирает кубон. Ой, против него. Давай перекат. Хотя надо было перекат сэкономить для кофингов. Потому что землетрясение против кофингов будет неэффективно. От слова совсем. Он вообще урон. Ой, блин. Так, и кого он выбирает там? Кубон. Так, этого я должен за два удара победить. Потому что сейчас будет четвертая и пятая атака. Они будут самые сильные. Братцы, я проиграл. Так, ну что ж, давайте мы на этом завершим серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok